Братья и сестры, здравствуйте! Прочтём сегодня немножко из Тимофея, из первого послания Павла к Тимофею, к возлюбленному сыну своему в вере. В первом послании он пишет ему следующее, в частности. «Перед Богом всё животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь, чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое, вот дальше мы остановим своё внимание, которое в своё время откроет блаженный и единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Исследователи священных текстов считают, что здесь Павел пользуется каким-то известным раннехристианским гимном во славу Бога Отца, который, очевидно, провозглашался, пелся или читался в собраниях, литургических собраниях христиан. Значит, ещё раз мы обратим внимание, что он говорит о явлении Христа Иисуса, втором его великом и страшном пришествии, когда обнажится всё скрытое во тьме, и тайное станет явным. А явит его это, являя Христово пришествие, и откроет, повторяем, «Блаженный и единый, сильный, царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который живёт во свете неприступном, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Бог не видим по существу своему. И в этом корень запрета на изображение в Ветхом Завете. «Снабдите души ваши, что голос вы слышали, а образа никакого не видели». И Евангелие от Иоанна Пролох начинается словами, что «Бога никто же, види нигде же». Единородный Сын Божий Иисус Христос пришёл и исповедал. Значит, Он явил нам Божество во плоти. А Отец сам по себе не видим, Он живёт во свете неприступном, Его никто из человек не видел и видеть не может. Называет его Павел царём царствующих и господом господствующих. Любопытно, что та же самая словесная формулировка встречается потом в Откровении Иоанна Богослова в известном апокалипсисе в 17 главе, где изображается некая битва, в которой Иисус Христос меняет свой образ кроткого и смиренного на непривычный, на образ воителя, который воюет и убивает, убивает и поражает, гонит и пленяет, уничтожает и топчет всех тех, кто вооружился против него. Это 17 глава. Говорится о том, что 10 царей некие совокупляются воедино, они имеют одни мысли, передают силу власть свою зверю и будут вести браден с Агнесом, и Агнес победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей. То есть только меняется. Павел там пишет «царь царствующих и Господь господствующих». И Иоанн говорит, что Агнес Божий, такой же, как Отец, Господь господствующих и царь царей. И тех, которые восстают на Него, Он уничтожит их и будет воевать с ними победоносно, ибо Он не проигрывает в таких битвах. Вот на эти слова, собственно, мы обращаем внимание, что и там, и там Отец, в одном месте Отец у Тимофея, в другом Сын в Откровении, называются царем царствующих и Господом господствующих. Ну, правильно, совершенно верно, как в символе Афанасия говорится, царь-отец, царь-сын, царь и Дух Святой. Господь-отец, Господь-сын, Господь и Дух Святой. Вездесущий сын, вездесущий отец, вездесущий Дух Святой. То есть все свойства божества и все царские эпитеты не делят поровну, отличаясь только свойствами рождения и нерождения, и исхождения. Поскольку мы живем во времена, так сказать, демократичные, а там, где осталась монархия, там она осталась в таком театральном виде, таком, сильно не влияющей на жизнь, например, Норвегия или Великобритания, или какие-то еще там, Мальта, допустим, на Мальте, не знаю, нет, Мальта нет, Монако там, где там короли у нас еще есть, они сейчас лишены пышности и ходят в пиджаках и костюмах с галстуками, и женятся на стюардессах часто, а не на женщинах королевской крови. То есть мы сейчас не видим царства перед собой. А в те времена, когда цари сияли славой и великолепием, когда слово царь, тень царя наводила ужас на всю вселенную, особенно римских царей, ну, собственно, или персидских, например, царей, или каких-нибудь еще царей, тогда, значит, Евангелие возглашает нам такое, значит, откровение, такое истинное, что, оказывается, Бог есть царь царствующих и Господь господствующих. То есть от него всякое отечество нарицается на небесах и на земле. Помните у Достоевского? Если Бога нет, то какой же капитан, штабс-капитан? То есть если у нас есть чины и звания, и у нас есть высший и низший в этих социальных иерархиях, то должен же быть тот, кто выше всех, царь над царями, Господь над господами. Это действительно откровение. Первый символ веры, за которую страдали мученики, это очень простое и короткое выражение. Христос царь. Они отказывались приносить жертвы к какому-то другому царю, или гению императора, или царские дни почитать, а императоры достигали в своем обожествлении самых высоких вершин. Например, Домициан, при котором Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, имел официальный титул «Deus et Dominus», то есть Бог и Господь. И христиане отказывались называть императора такими словами. Налоги платить будем, в армии служить будем, все делать будем, но только одно у нас есть – Христос царь. Христос царь над царями, и Господь над господствующими. Вот этот символ веры, собственно, он – это древние гимны. Мы начинали как-то с вами перебирать тексты Павла с точки зрения поиска в них таких остатков, что ли, намеков на гимнотворчество ранней церкви, на то, как пели, как воспевали, какими словами хвалили Бога в катакомбный период бытия первые христиане. Вот одно из них – это первое послание к Тимофею. Еще раз скажем об этом, что сильный, единый, блаженный и сильный царь, царствующих Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Перед нами, по сути, древний символ веры в своей, так сказать, преамбуле, в главной части. Исследуйте Писание. Аминь. До свидания.